Как зовут соседку слева, что изображено на картинке, которую показывали минуту назад. Эти простые упражнения укрепляют долговременную и кратковременную память, которая с возрастом слабеет. Занятия в комплексном центре социального обслуживания населения проходят бесплатно. Они помогают пенсионерам поддерживать свое здоровье. После перенесенных инсультов граждане восстанавливают и двигательную активность. У нас люди после инсульта, когда рука, например, не могла даже держать листочек, после этого пожилой человек и рисовал, и делал какие-то картины из круп, выкладывал. В общем, восстановилась практически полностью у него двигательная активность. Такая система долговременного ухода – проект пилотный. Он реализуется на территории менее чем 10 городов страны по инициативе фонда «Старость в радость». В Рязани в нем задействовано порядка 20 учреждений. Главная задача – продлить жизнь пенсионеров и наполнить ее красками. Ведь одной из самых распространенных проблем является отсутствие внимания. Ухудшение здоровья наступает после психоэмоциональных стрессов, после того, как длительное время человек пребывает в одиночестве. Отсюда ни желание ни бороться с болезнью, ни действия предпринимать какие-то. Вот настроение хорошее и не оставаться одним, быть в обществе, в коллективе. Я думаю, это залог активного долголетия. По программе занимаются более 20 пенсионеров. Им от 60 до 92 лет. Занятия проходят как на дому, так и в центре. Они разные. С пенсионерами общаются педагоги, психологи, медицинские работники. Для них организуют культурную и спортивную программу – занятия ЛФК. Сотрудники центра отмечают, что большое внимание уделяют профилактике падений. Ведь травмы могут приковать человека к постели. Ходим со скандинавской ходьбой, с лыжными палками. Да просто прогулки. Вот была погода замечательная. Мы беседки, гуляли, общались после занятия. И даже занятия проводили на воздухе. Ну, я считаю, что это вообще здесь, ну, просто курорт. Ирину Самойлову прийти уговорила соседка. Ей одной трудно было добираться до центра. На занятия она ходит уже несколько месяцев. Женщина признается, что похудела на 16 килограмм, а также стала лучше себя чувствовать. Я не могла повернуть шею, не знаю, или просто остудила, или плохо спала. Несколько дней подряд было. А позанималась вот здесь гимнастикой. Дают как раз вот эти упражнения. У меня все прошло. Да и потом вот пальцы тоже. Утром вставала и не разгибаются. Ну, это вот болезнь уже возрастная. Тоже простые упражнения. И вот сейчас вот я руками свободно, пальцами владею. В ближайшее время будет закуплен микроавтобус с подъемником для инвалидов-колясочников, который позволит перевозить их в черте города. Ведь активное долголетие – это не фантастика. И оно должно быть доступно каждому. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».